Всем привет! Сегодня я хочу вместе с вами потестировать новую для меня подводку от Max Factor и сравнить ее со своим дальнейшим любимцем от Essence. Давайте перейдем к делу. Я вчера зашла в Ривкош, так как решила потестировать какую-нибудь новую подводку в форме фломастера или маркера, как некоторые марки ее называют. И я посмотрела одну от L'Oreal, Maybelline и последняя была от Max Factor. И Max Factor мне показалась самой стойкой. Ну давайте откроем упаковку в такой обычной пленочке. Еще мне понравился очень интересный у нее кончик, сейчас я покажу обязательно. Вот так вот она выглядит, крышечка. И вот такой у нее наконечник интересный. Цена данной подводки без скидки 555 рублей. То есть вот такой. Наверное, она была подороже, чем Maybelline и L'Oreal. Они были где-то в районе 400-450 рублей, наверное, где-то так. Как я и говорила, кончик у нее очень своеобразный. Сейчас я посмотрела на сайте Ривкош. Они говорят о том, что вот такой вот кончик в форме лопатки помогает создавать как широкие, так и тонкие линии. Не знаю, на самом деле, где мне пригодятся такие широкие линии. Ну давайте я вам покажу. То есть если вот широким краем. И узким. И узким. Меня беспокоит немножко то, насколько удобно будет рисовать именно кончик, который обычно мне нравится, когда он острый, насколько будет удобно такой формой рисовать. И еще мне не очень нравится, что когда закрываешь крышку, нет какого-то щелчка. То есть, кажется, не знаю, можно так как-то не до конца закрыть, и он быстрее высохнет. Вот немножко это в минус. Но в плюс, что здесь есть специально такое место, удобное для того, чтобы взяться. Ну это пластик, но он такой немножко с текстурой, негладкий. Поэтому удобно за него будет держаться. Ну давайте посмотрим все-таки, какой будет результат. И мне очень хочется сравнить новую подводку со своим стареньким уже любимчиком. Я эту подводку от Essence покупаю, наверное, уже третий или четвертый раз. Мне нравится, что оно водостойкое. И под конец дня у меня все равно есть вот этот кончик, он не смазывается. Она не очень долговечная. То есть, через какое-то время, наверное, через месяц, может быть, полтора месяца уже подсыхает. Но здесь есть такой секрет, что у нее можно вытащить вот этот кончик, перевернуть его. И еще какое-то время там на другой стороне точно такой же кончик можно пользоваться этой подводкой. Там маленький такой секрет вам. Ну давайте посмотрим. На правый глаз я нанесу подводку от Max Factor, на левый подводку от Essence. Похожу сегодня целый день с этими двумя подводками. И обязательно с вами поделюсь своими впечатлениями первыми, потому что я никогда ее до этого не использовала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что я могу сказать? Действительно, тоненький кончик, ну, не знаю, нереально сделать. Субтитры Алексею Дубровскому! Ну что ж, я завершила свой макияж. И теперь я могу поделиться с вами своими первыми впечатлениями от использования подводки от Max Factor Masterpiece. Давайте начнем, наверное, с плюсов. Она действительно очень черная, такой насыщенный черный цвет. Достаточно одного слоя, не нужно еще раз поверх наносить подводку, чтобы она была такой черной. Действительно, достаточно быстро сохнет, не блестит, то есть это же такой матовый у нее цвет получается. Теперь по поводу минусов. И для меня это большой минус. Для кого-то, возможно, это не будет иметь такого большого значения. Из-за своей интересной такой формы очень неудобно рисовать стрелку. Острую стрелку, именно кончик я имею в виду, потому что, ну, потому что неудобно. У нее закругленный край, и достаточно она толстая, даже если вот этой вот тонким репром рисовать. Не достаточно тонкий для меня. И это, конечно, минус значительный в моем случае, потому что стрелки я всегда рисую с кончиком остреньким. Если вы просто подводите сверху глаза и не выводите, или выводите такую маленькую стрелочку, знаете, совсем такой кончик, то вам, я думаю, точно понравится. Но вот если вы любите вот такой тип, боюсь, что это не совсем тот вариант. Хотя, возможно, нужно просто приноровиться и как-то, но, не знаю, я не уверена, что именно из-за своей формы это неудобно. Теперь давайте посмотрим в течение дня, как поведут себя эти две подводки. То есть это я пользуюсь уже очень много времени. Конечно, заметно, что она не такая черная, но удобная у нее форма, удобный кончик. И да, то есть более какой-то маневренный. Здесь еще достаточно жесткое окончание, то есть оно не гнется, но не тянет за собой кожу, легко распределяется. То есть это, конечно, безусловный плюс. Я начну свой день, у меня сегодня ничего такого много не запланировано, но я обязательно вам покажу либо в конце дня, либо если что-то такое критичное произойдет, то где-то в течении. И посмотрим, что из этого получится. Только что подошла к зеркалу и заметила, что подводка от Max Factor, к сожалению, отпечаталась чуть-чуть вот на нижнем веке. Подводка от Essence у меня такого не сделала. Сейчас уже начало десятого, и подводка была на моих глазах около девяти, может быть, даже девяти с половиной часов. Ну и давайте посмотрим, как справились наши подводки. Я посмотрела сейчас в зеркало, и, к сожалению, подводка от Max Factor не справилась так же хорошо, как подводка от Essence, которой я пользуюсь уже долгое время. Ну и давайте по пунктам пройдем, что же не так с ней. Как я сейчас вижу, кончик стрелочки немножко, не знаю, как он, осыпался, наверное, то есть внизу, конечно, его нет, но цвет уже у него не такой черный, и видно, что он как-то разделился на части, не знаю, в общем, стал неполным. Потом здесь стрелка тоже стерлась, и, как я раньше вам показывала, она также печаталась сначала вот сюда. Ну, наверное, это связано с тем, что все-таки эта подводка, она не водостойкая, но водостойкой версии у них нет, так что... Ну, в целом, все остальное вроде выглядит неплохо. Надо учитывать, что, как я уже сказала, подводка была у меня на глазах около 9 часов, даже больше. Я поспала сегодня с ней на обоих боках. И, ну, я не сказала, что я сегодня много какой-то активности у меня было, но, тем не менее, в принципе, она справилась, выглядит она достаточно неплохо, за исключением вот этого кончика, который стал крошиться чуть-чуть. И я не могу сказать, что я поменяю и буду пользоваться подводкой от Max Factor. Мне очень понравилось, что у нее действительно такой очень черный, насыщенный цвет. То есть, как вариант, я буду рисовать саму стрелку подводкой от Essence, а сверху проходится подводка от Max Factor. Да, это, конечно, такой шаг из двух ступеней и затягивает определенный процесс, но если есть время, то почему бы нет, все равно мне нужно ее использовать, я уже ее купила, мне ее обратно не вернуть. Так что, вот такие вот мои первые впечатления. К сожалению, я сегодня не получила особого восторга от использования этого продукта, в связи с тем, что с ней достаточно сложно рисовать стрелку на ее кончик, и в связи с тем, что она не так хорошо сохранилась до конца дня, как моя любимая подводка от Essence, которая, кстати, и стоит дешевле, разовую два, точно, в два раза дешевле, чем подводка от Max Factor. Так что я вам очень сильно рекомендую подводку от Essence. Она легко смывается любым средством для снятия макияжа, не то чтобы, знаете, если водостойкая, значит она просто смертельно прилипла, и вы ее никак не снимете. Нет, это не так. Ее не так просто найти, конечно, как подводку от Max Factor, но я думаю, это того определенно стоит, если вам нужны стрелки, которые легко и удобно рисовать, которые действительно будут держаться до конца вечера. Это все на сегодня у меня, надеюсь, что вам понравилось, если да, то поставьте пальчик вверх, и до скорых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»!